Монстр, ничего подобного в мире еще никто не смог создать. Новый БелАЗ выделяется размерами даже на фоне таких же больших грузовиков. По сравнению со старой полуторкой, на которой возили уголь полвека назад, БелАЗ смотрится гигантом. А легковой автомобиль рядом, все равно что Лилипут с Гулливером. Длина самого большого автомобиля в мире 20 метров. Высота колеса 4 метра, это два человеческих роста. Тщательно белорусский автомобилист работает над прочностью резины. Ее толщина 25 сантиметров. Самосвал сам весит 300 тонн, да перевести может еще 450. Разработчикам пришлось сделать парные колеса не только сзади, но и спереди. Всего у этого гиганта их 8. Все остальные детали по сути такие же, как и у других БелАЗов, но только размером больше. Кузбасс их везли на 25 железнодорожных платформах. Собирали автомобиль два месяца. Ведь сегодня по мощности этот монстр 4600 лошадиных сил. Представьте, что это за двигатель. Сколько можно выстроить в ряд этих лошадок, чтобы понять, что скрыто в этом карьерном самосвале. Опытный водитель Игорь Грачев на рабочее место теперь поднимается на высоту третьего этажа. До кабины 17 ступенек. По размерам она, кстати, не отличается от других. Такая же коробка передач, руль. Но чтобы на автомобиле шириной 10 метров ехать по шахтерским дорогам, необходимо особое мастерство. 450-тонный БелАЗ работает на дизельном топливе. За смену расходует примерно 3000 литров. Кузовом такого самосвала можно наполнить сразу 7 железнодорожных вагонов. А в свою очередь, чтобы наполнить этот кузов углем, нужно 7 ковшей экскаватора. Мы с такой высокоопроизводительной техникой сможем работать на больших глубинах. То есть сегодня уже разрез Черниговский работает на глубине, где работают шахты. А это безопасность, что имеет тоже очень большое значение. Новый грузовик сегодня начали испытывать на Кемеровском разрезе. А в Белоруссии тем временем уже проектируют супер-БелАЗ уместимостью 550 тонн. Однако для него нужен такой же экскаватор-гигант. Только в паре они могут работать эффективно. Дмитрий Иванов, Сергей Бабичев, Александр Ганов. Вести. Кузбасс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова